Всем привет, снова на канале Счери ЛПС. И многие из вас меня спрашивали в комментариях, сколько же у тебя ЛПС? Я сама, если честно, точно не знаю. И сегодня мы будем с вами считать вместе моих петов. Да, я все-таки решила сделать такое видео, я сейчас стараюсь снимать как только могу. Ну и ладно, давайте ближе к делу. Поехали. Итак, на данный момент моя коллекция ЛПС выглядит вот так вот. Итак, высыпаем. Ну, их достаточно много, как вы видите. Боже мой, я так их люблю, они такие классные, все прикольные. Да, но сейчас я буду считать и складывать их вот в этот ящик, их родной домик. Потому что на полке петов я не храню, мне неудобно, потому что они могут падать с пола. Но все же я надеюсь, что они не поделились тут у меня и все с ними хорошо. Конечно же, моя коллекция будет пополняться и дальше. А это то, что у меня есть на данный момент. И я считаю, что это достаточно много, судя по этой кучке. Сейчас мы будем их считать. Они такие классные, такие прикольные. Их так прикольно, мне просто нравится их трогать и рассматривать. Мне очень нравится как бы их рассматривать вот так подолгу. И я стараюсь их петов протирать, чтобы они у меня были более-менее, скажем, ну не очень как бы грязненькие, да? Такие у меня практически все чистые. Кстати, мыть петов можно, купать их можно тоже так же, но я вам не советую делать это часто. У них потому что и шарниры могут там засесть или еще что-то. Короче, или голова не будет вертеться, или пружинить. Смотрите сами на свое усмотрение. Но я их практически не купаю, потому что в принципе мне это не нужно. Если я буду снимать что-то в воде, да, какой-то сериал, там что-то придумаю, фильм-сериал, да, связанный с водой, то да. Но так просто их купать, ну не знаю, особого смысла нет. Мне, конечно, прикольно, так как иногда взять, но не всегда. Я все равно переживаю за их шарниры и все прочее. Ну давайте начинать считать, что ли. Мне так нравится их перебирать вот так просто. Я немножечко тут поменяла свет. Смотрите, вот они. Вообще, смотрите, тут совершенно разные УПС. То есть такие разные УПС. Всякие-всякие, на любой вкус и цвет, как говорится. Мне вообще они очень сильно нравятся из-за того, что они такие разнообразные. Посмотрите, каждый не похож друг на друга. Конечно, есть похожие, но все равно они все индивидуальны. Даже, например, смотрите, если взять вот эту кошечку, да, с голубыми глазами, и взять такую же с зелеными. Где она у меня? Вот она. Смотрите. Видите, они вроде бы как одинаковые, но смотрите. В кадре они совершенно разные. В реальной жизни они совершенно разные. У них отличаются, считайте, только глаза. Ну и у этой носик стерт. Даже если бы он был бы не стерт, эти кошки все равно разные. Об этом я и говорю. Потому что каждый пэт, он индивидуален по-своему. Вот. Да, ну тут, по-моему, не все. Потому что я иногда их вытаскиваю. Тут я не вижу желтого котенка. А где желтый котенок? Это у нас Юра, да. Я постараюсь вам также в процессе рассказывать что-то про пэтов, про каждого пэта, которого я буду сейчас считать. Хотя я могу сбиться. Ладно, попробуем, да. Где желтый котенок? Надо найти желтого котенка. Ладно, давайте это сделаю потом. В общем, коллекция, в принципе, мне нравится, моя. Да, ну, конечно, хочу ее пополнять и пополнять. Вот видите, как бы, ну, достаточно, достаточно, нормально. Да. Так, ну, давайте начнем с нижних, самых старых LPS. Потом уже перейдем к более таким новым. Ну, для меня. Потому что это не про старую новую коллекцию. Я говорю, именно как у меня они появлялись. Ну, лимонная. Обожаю эту лимонку. Такая красотка вообще. Офигенская кошка. Кошечка. Я надеюсь, вам понравится это видео. Сейчас такие вообще не заходят на LPS-тубе. Но я решила снять. Потому что я захотела. И мне нужно сюда снимать. Так, смотрите. Давайте начнем, получается, вот с этого, например, с этого... С этого песня начнем. Он, короче, вот такой вот. Это будет первый. Пэт номер один. Я вам потом покажу, как я их разложу. Второй. Пэт лиса. Из консерв. Аксы у меня где-то там. Отдельно. Третий пэт. Джек Расси. Очень сильно. Мне нравится тоже. Четвертый пэт. Пятый пэт. Шестой. Этот попугайчик, он подарочный. Тоже мне очень нравится. Давайте дальше. Седьмой пэт. Тоже из автомата. Так. Так-так-так. Восьмой пэт. Жакрасил. Они вместе шли у меня с парой... Ой, в паре. Он у меня шел в паре вместе. Сейчас бы найти. Девятого пэта уже будет это. Так. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Девятый пэт. Они у меня шли вместе с этим, как бы. Такой, знаете, парочкой. Вот. Вот они у меня вот так вот шли. Потому что я их покупала вместе. Потому что если бы продавался один, я бы, наверное, не купила. Так. Девять. Десять. Желтая кошка. Как-то они у меня вверх. Так. Это у нас пэт под номером десять. Одиннадцатый пэт. Серая кошка. Двенадцатый пэт. Свинка. У которой раскрутился шарнир. И она стала в хорошем состоянии. Ну вот. За исключением грязи. Она была вообще не очень хорошей. Ну лак. Это ее только украшает, согласитесь. А голова у нее вообще не вертелась. Вернее, вертелась. Но слабенько. Поэтому. Сейчас она просто, можно сказать, новый пэт. Она у меня была совсем не такая. Сейчас она голова вертится. Хорошо пружинит. Просто конфетка. Идем дальше. Так. Ты сколько у меня? Это у меня двенадцатый пэт получается. Если я не собьюсь. Я надеюсь. Так. Двенадцатый, да? Тринадцатый пэт. Типа черепаха, но на самом деле нет. Так. Четырнадцатый пэт. Это барашек. У которого, кстати, нет вертолета. Но голова прекрасно вертится. Прям супер. Ну и тихонько, легонько пружинит. Барашек у нас был пэт под номером четырнадцать. Пятнадцатый пэт. Это 3D подводка. Так. Шестнадцатый пэт. Лиса. С автомата. Дальше. Дальше. Так. Шестнадцатый пэт. Это фламинго. Далее. Восемнадцатый пэт. Это бигкет. Который мне очень сильно понравился. Поэтому я его купила очень быстро. Семнадцатый пэт. Идем дальше. А дальше идет восемнадцатый пэт. Вот восемнадцатый пэт. Девятнадцатый. Девятнадцатый. Кто будет девятнадцатый? Девятнадцатый пэт. Это бабочка. Двадцатый пэт. Это вот такой котенок из набора тройняшек. Двадцатый пэт. Это еще один котенок сейчас будет из тройняшек. И двадцать первый пэт тоже. Сейчас только бы не сбиться, да? То есть вот они. Двадцать первый пэт будет сейчас. Далее. Двадцать второй пэт. Коровка. Двадцать второй. И двадцать третий. Где-то еще одна коровка с консерв. А вот это коричневая коровка с газировки. Двадцать третий пэт. Двадцать третий. Насчитала дальше. Двадцать четыре. Это маленький мишка. Не знаю, стоит ли его считать как из классического пэта. Так что это просто, наверное, не буду. То есть двадцать трипа. Также у меня есть еще такой котеночек. Это получается двадцать трипа. Дальше. Двадцать четыре пэта. Я просто не считала маленьких петов, если что. Дальше. Пудель. 25-й пет. Очень классный пудель. Тоже подарочный. Хорошо пружинит голова. Она также плохо вертелась. Сейчас с головой. Сейчас она хорошо вертится. Идем дальше. 26-й пет. Это 3D-коровка. Кстати, я себе оригинал заказала. Да. Потому что я очень сильно хотела оригинал. Я просто очень сильно рада. Но это 25-й пет. У меня теперь... Да, у меня... Так. Это 25-й пет. Это 3D. Я немножко помучила эту кошку. Пыталась сделать ей блестки и носик подкрасить. У меня ничего не вышло. Вот, пожалуйста. И как бы я не хочу больше мучить эту кошку. Она мне такой нравится. Посмотрите, какая она красивая. Несмотря на то, что 3D. Я все равно очень люблю эту кошку. И я ее никому как бы не продам, не отдам. Это точно. Я правда очень сильно люблю эту кошку. Давайте. Кто у нас будет 26-й пет? Это будет вот такая ящерка. 26-й пет. Не знаю, как у нее голова пружинит. Но она вертится. Далее. 27-й пет. Это Юрчик. Так, пока у меня этот котенок еще только заказывала. Да, видела его на фотографиях. Я думала, что это девочка. А по приходу я поняла, что это мальчик. Прям мальчик. Не знаю, будет ли он у меня играть в девочку. Далее. Котенок. Котенок. Который практически в идеальном состоянии. Это 27-й пет. Так, дальше. Если я собьюсь, извините, пожалуйста. 29-й пет. Вот такой вот кот. С автомата. Далее. 30-й пет. Черный кот. Очень хочу такой оригинал. Тоже с голубыми глазами. Безумно красивый. Так, это у нас пет 30-й. Идем дальше. 31-й пет. У которого снимается голова. Ну, ладно. 31-й. Пусть будет. Дальше. 32-й. Хомяк. С автомата. 33-й. Котенок. 34-й. Полустоя. 35-й. Также полустоя. У которой голова, кстати, не пружинит. Хотя она ко мне заявлялась в идеальном состоянии. Ну, она так-то в идеальном. Но голова не пружинит. Или у этой кошки сама по себе голова не пружинит. Я уж не знаю. Но такого, наверное, не бывает. Дальше. 35-й пет. Хрюшка. 36-й пет. Розовый котенок. Тоже практически в идеале. 37-й. Кролик. 38-й. Розовая кошка. 39-й. Желтая кошка. 40-й пет. Фиолетовая кошка. Я очень как бы хотела этих кошек. И не думала тоже, что они у меня все быстро появятся. Сначала у меня появилась розовая, потом желтая, потом фиолетовую. Я еле-еле нашла. Да. И я очень сильно хочу себе голубую с блестящими ушками. Мне осталась вот эта кошка последняя. Пока я говорила, я сбилась. По-моему, 42-й или 41-й. 42-й пет. Очень хочу себе такой оригинал. 43-й пет. Котенок белый. Далее. 44-й пет. Коричневый котенок. 45-й пет. Хрюшка. Мне почему-то, когда я смотрю на этого пета, мне кажется, что это такая лунная хрюшка. Потому что у меня в глазах такие лунные. Но мне так кажется. То есть это 45-й пет. Так, хорошо. Далее. 46-й пет. Это Бруклин. Красотка. Так, у нее пятнышки. Кстати, у нее пятнышки начали сходить. Вот не поверите. Она сама очищается. Но она также внезапно запачкалась. Так, дальше. 47-й пет. Хрюшка, которую я тоже очень хотела. 46-й. 47-й. 48-й кролик. Если я собьюсь, простите, пожалуйста. Ради бога. 49-й кролик. Дальше. 50-й фелина. Очень люблю эту кошку. Просто обожаю. Так, 51-й стоя. Она в идеальном состоянии. 52-й стоя. Ну, вы видите, тут они стоя остались. 53-й лимонная кошка. Это все оригинал. Если что, кто не разбирается. 54-й. И 55-й. 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 Как вы видели, у меня 55 петов на данный момент. Ну, в принципе, это половина. Больше половины. Но. Я думала, что у меня их больше. Может быть, где-то 60. Где-то 70. Но я ошибаюсь. У меня столько петов. Ну, в принципе, нормально. Я думаю. Ну, в принципе, 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 я думаю. Субтитры подогнал «Симон»